ребята доброе утро доброе французское утро 1 июня всех с первым днем лета с днем защиты детей как говорят вот стою переночевал на такой вот стояночки перед телепасовскими воротами в этой стороне я говорю три машины могут стать с той стороны 5 и что самое интересное вот интересно то что вот соседней таком же телепасе там где-то метров 800 отсюда там мест вообще не было блин как этот нашел ушел там вправо от этого самого не пошел дальше пошел искать следующий паркинг там был паркинг лесной но настолько плохой был что я вернулся и приехал сюда единственная проблема была туда попасть на ту сторону но я не поехал здесь три места внутри нормально там написано паркинг я припарковался чем еще примечательная стояночка видите написано туалет там действительно чистый туалет правда воды не набрать потому что там кран плоскогубцы нужны наверное чтобы открывать либо специальный ключ вот вот тут я перехожу дорогу аккуратно сейчас покажу вам туалет мне надо как раз кружку помыть будет чтобы позавтракать и я вот сейчас получал уже задание ехать грузиться то вчера задание не было было только сказано что ехать в эту сторону сторону там какого-то городка вот я не доехал за него 20 километров а вот такой ребята туалет во франции чистенький правда вот такое вот седло вот здесь нужно кранчить наверно пасогубцами можно открыть и закрыть вот не знаю у меня нету пасогубцев но если очень хотел я бы придумал что-нибудь не зубами конечно вот вода мыло бумага туалет на зеркало ну и кнопочка чисто или нечисто как-то вот так вот ложку помоем тоже тоже аккуратно мыть это дело понимаешь засорять нельзя погода отличная летняя погода блин вот такая ну там конечно жарче намного но все равно чувствуется что это лето супер-пупер сейчас мы позавтракаем и поедем я вчера сварил эти тортил тортель тортелл 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 это или как они там называется типа пельмени только там внутри был сыр и шпинат съел одну порцию на сегодня оставил то но позавтрак обычно значит кофе йогурт и каша сваренная пятиминутка вот и тогда поедем мы уже поедем и дальше вот что-то опять пришло слышу что-то надо посмотреть что там пришло о наверное побыстрее есть никогда не побыстрее по завтраку и поеду ну все встретимся сегодня и продолжим рассказ о моих приключениях во франции ну что еще раз доброе утро ребята поедем мы уже и так поедем хорошее место мне очень понравилось реально блин телепасах стоять очень интересно но блин редко найдешь такие телепасы где блин вообще три машины ночью стояла говорю рядом там ли полная была но все оно надо иметь ввиду эти телепасы знать бы еще где они находятся карту такую найти где-нибудь французскую ну все все открыл осмотр сделал все открыл теперь можно ехать как ведь косой говорил юрка отвертка кармане могут можно гнать вот только открываются они не так как где там блин в италии да помоем там подъезжаешь заранее открывать ты погнала здесь подъезжаешь останавливаешься так ну что 70 километров короче мне до этого места надо блин нравится мне очень франция вот это вот не центральная и район парижа вот вот эти вот дорожки реально ребята очень красиво очень здорово блин мне очень нравится ну что еще как минимум два дня я буду во франции сегодня потому что потом мне ехать еще вот сейчас 70 и потом еще 770 то есть это 100 пунктов франция ну а там посмотрим где я буду вообще блин ночевать сорока пятку проводить потому что сегодня среда за четверг да вот артур прислал мне координаты адрес такой что координат ну нету нету этих самых адреса такого как я ищу поэтому а интернета плохой хорошо поймал интернет ввел название компании вроде показала туда ну поедем посмотрим хотя надо будет остановиться и ввести координаты нужно знать поздно прислал ждал ждал 40 минут ждал ну ладненько все гоним всех у нас своя работа у артура тоже там я не один так что нечего тут особо жаловаться на не жалуюсь я так говорю после слуха кажется каждому послал сообщение обеспечивая сразу именно тебе ответил но если ты хочешь срочно надо позвонить лишь по телефону вот сейчас там коллега рассказывал про одного начинающего водителя ну не знаю начинающего вообще начинающего компания приехал выгрузка завтра встал на ночь отстоял ну я как городка рассказываю может быть я и неправильно понял ну лёша потом поправишь если что отстоял вот открыл смены пошел чекиниться это ну как вообще реально это за организация кто-то ладно одно дело ты приехал у тебя время идет пошел чекиниться но ты блин стоял ночь зачем ты открываешь смену перед чекином ну типа 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 я же работаю ну блин ладно блин в туалет ты сходил тоже тогда работаешь или что или блин я не знаю ну ну не знаю не обстоятельство когда тип он работает молоточки ну блин все равно дружище ты же не открыл смену ну короче он открыл смену восемь утра пошел чекиниться но ему и говорят это по полдвенадцать или в 12 только четыре часа но он же на молоточку он уже все рабочий день начался а мы потом этот груз прице братья вести там целый день надо вести то есть блин больше чем одиннадцать двенадцать часов я понимаю но не вести а рабочий день займет но у пик его знает вот такие вот надо просто как-то сразу начинать себя организовывать диспетчер тебя не будет организовывать спешит себе просто дает задание и требует его выполнения это мы обижаемся на них но они это делают свою работу но и в основном это не от диспетчера зависит его может быть там клиент торопит а мы по своим непонятием не ну есть конечно разные диспетчера как разные водители все мы люди но если ты входишь в ситуацию с диспетчером а диспетчер входит с тобой ситуацию получается очень хороший тандем дуэт ну когда ты делаешь такие вещи ну блин это же самое лёша горючок а ты чё там записываешь конечно лёша записываете я записываю ты многие записывают вообще честно говоря я не знаю кто не записываю хоть как минимум начало рабочего дня хотя записывать ты можешь не везти сколько ты ведешь машины но начал работу закончил работу ну и десятки отмечают своих вождения 10 часов больше девяти часов вождения просто это нужно знать для себя до компьютер там типа показывает ну но это все не то себя записал бросил я например записываю начало рабочего дня конец рабочего дня сколько проехал километров сколько времени вёл машину сколько времени работал ну соответственно девятки и 11 часовые отдых получается готовьтесь съехать с авто выстрелили через три километра так что вот так ладно едем дальше то есть едем вперед надо сейчас ввести координаты в этот саджик что-то не находит те координаты которые этот находит ну и он там другие прислал почему тридцатки но фиг его знает ладно поехали 2 километра 2 километра 40-20 п что блин вот это разве это не красивая франция посмотрите где еду почищу чуть-чуть тут только пальм не хватает кольца тоже есть да много но не как-то блин не достают потому что проезжаете бы по городку по поселку какая-то странная прокат наверное этих самых трейлеров домиков светофора надо испугался желтый свет светофор увидел испугался давно не был светофора такая интересная аллея там особо начали было минут еще четыре километра доехать интересно что там будут грузить хоть и написал письмо отправил сообщение что такое было момент начали на шинах писать информацию о погрузке а сейчас опять перестали почему-то что случилось она будет еще главным старшим диспетчер написать просто одно дело сообщение ты нам надо выискивать это сообщение блин где ну там затерялась другое дело на планах и на храйз открыл и есть информация а сообщение приходит мне по 5-10 сообщений после того как уже это сообщение это поделился не надо влетать потому что я стою на этом самом на подъеме когда я заезжаю уже ты влетаешь на этот самый не есть хорошо там уже кто-то побился видно валяются эти самые следы следы побоище вообще-то говорят сколько француза очень невежливые водитель но я где-то согласен не полностью но согласен принципе на большом учет так что на сказал не поймем что из них дизель что из них бензин по-моему дизель дороже чем бензин стоит больше двух евро а сегодняшняя дня кстати в германии дизель подешевел так нам сообщили а второе то какое то вот это второе то за велосипедистом наверно да девочки или женщины а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... А мы ездим по красивым этим поселочкам, французским, нравится, вообще мне по Франции нравится, только вот эти большие переезды, единственное вот эти большие расстояния. А так интересно, я бы здесь работал, обслуживая маленькие поселочки. Сейчас пока постоял, сказали 9 палетов загрузят, потом сделали паузу, говорит, не знаю, может быть все отсюда загрузим. Ну не знаю, все, не все, подождал, потому что у меня 9 это надо значит 6, потом 3 ряда так и потом 3 так, если выезжать отсюда. А если тут буду загружать, то можно продолжать движение. Вот, как бы... А там посмотрим. Говорю, подождем. Ну сказали 9, тогда пришлось 3 последних стоять в ряд, потому что иначе никак. Я же не поеду, блин, потом у меня рухнет, что там у них есть. Перестать-то не трудно, если что. Вот, ну что, вот сейчас будем ходить. Где-то тут рядом, даже не знаю. А везу я какую-то, тут какие-то типа эпоксидные, блин, в тюбиках какая-то фигня, даже не знаю. Я не знаю, это АДРовский груз или не АДРовский. Надо будет посмотреть. Я думаю, что это не АДР. Потому что, я им страшно, это АДР, я не могу везти АДР. У меня нету разрешения на перевозку АДР. Что там такое стоять, не переходят работники, что ли? Не-не-не, ребята, демократы, это не ко мне, я на себя. Это не ко мне, я на себя. Это у них какие-то рекламные акции какая-то. Что мне тут дают? Мне, ребята, это не надо. Это, блин, наверное... Да, это, наверное, какие-нибудь выборы местные. Модификацион, что-то тут. А, понятно, изменения какие-то у них. Так, ну, теперь еще надо найти место, чтобы туда мне ехать. Или никуда в другое место не уехать. За часом... Что там было? Было... Было... Былое вигня, какая-то. Было видres. Друзья смешна, это нормально. Лес. Адра song Рад está. приключение продолжается сказали ехать туда куда ты на карте на своей показал на компьютере блину я написал адрес переписал а куда что это блин ща будем искать бэлэ бэлэ как он там сказал когда транспорт какой-то перепроложить Перепробожить. Поехали. Ну что, ребятки, вот теперь мы полностью загружены. Можем смело ехать вперед. 772 километра у нас впереди. И планы там грандиозные. Хотя, чтобы я выгрузился до часу. Ой, блин, ребята, ой, блин. Говорит, чтобы ехал по максимуму. Да-да, по максимуму. По максимуму-то я поеду. Где я спать буду? Ну, блин, муха. Либо ты улетаешь из моего дома. В мозге мне не паришь. Ладно. Попробуем. Сколько проедем, столько проедем. В час тридцать пять я буду там. У меня работа за такой не заканчивается. У меня 12 часов. Рабочий день заканчивается даже. Конечно, блин, они думали, я в одном месте просто загружусь и все. А здесь не то-то было. Ой, блин, смотрите, какие виноградники здесь, ребята. Виноградники проезжаю. Блин, красотища. Ладно. Ой, гоним пока по поселкам. Надеюсь, на Париж я не поеду. Что-то, может быть, там ночью проходить Париж. Нет. Надо посмотреть. По карте. Больше, когда я не хочу туда ссуваться. Париж… Это… М – Париж… … … чтобы они улетели цемухи и чтобы их птицы сели ладно ребята едем в сторону они париж далеко в стороне остается слава богу слава богу но вылетаю уже дурочка салмур как ищешь город на карте так не видно его салму а он есть вот он на навигаторе ни один ни второй ни третий не показываю так старенький город такие домики старого типа даже какая-то крепость была крепость замок вот здесь это не церковь похоже какая-то хотя кодом петухи наверно наверху ветеране да это интересно блин интересно таким городкам гулять не знаю если стал здесь где-нибудь на парке на выходные шел погулял вот полосил пострижено как квадрат пусты ну ладно покидаем их длинный город салмур а сейчас он уже это не салва пара варайнс варайнс вот тут я по моему выезжал ну ладно уезжаем уезжаем все встретимся позже а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорога такая, знаете, как будто я еду не по скоростной дороге, а как будто по националке Пустынно, что за мной одна легковая там едет, что впереди меня никто не едет Как-то аж, блин, странно Ну что, ехать мне еще максимум 5.05, но это не значит, что я буду ехать 5.05 Это значит, что я буду ехать 3 часа еще Через 3 часа я начну искать паркинг, потому что через 3 часа будет уже 10 часов вечера И это уже будет проблема Поэтому не час я оставляю, а 2 часа и начну искать И через 3 часа у меня уже начнется 13 часов Короче, я думаю, что я сегодня последнюю девятку израсходую Вот Потому что я уже смотрю, паркинги заполнены Да, процентов на 99 Не видел я там свободных мест Не там, не там Поэтому, как бы мне не пришлось, опять же, съезжать в какой-то поселочек и становиться Но не так все просто Потому что, ну, с одной стороны Но с другой стороны, 10 часов Это значит, что всем подъем Всем можно выезжать Чем позже встать на паркинг, тем позже надо выезжать Если, например, в каком-то месте можно встать пораньше И пораньше выехать, никто этого не заметит То Что-то такое было, какие-то шарынки, если бы к мече То, когда ты становишься поздно То выезжать будешь поздно И тогда ты можешь кому-то мешать Соответственно, это тоже одна из вещей, которые надо думать О которых надо думать и помнить Ты можешь даже закрыть ворота офиса какого-нибудь Но ты выезжаешь там в 4 утра, скажем, да? И в 5 А если ты, блин, выезжаешь в 10, то Извините Нельзя Ни-ни Выезжал было 770, считайте, 270 я проехал километров Да, там Сделал, то есть сделал паузу 45 минут Потому что уже видел, что паркинги заняты Там заехал на паркинг Два места было спокойных в елочке Но еще можно было сбоку встать Когда выезжал, уже все занялись И были заняты места И то, которое было свободное Заняли И рядом со мной мужчина выехал Тоже сразу заняли Ну и я выезжать стал Думаю, что Мое место тоже заняли Ну, это нормально Как бы Ничего в этом особенного нет Вот приезжают там какие-то маленькие городки есть Вот Сайджик, он показывает маленькие городки Вот так можно, хоп, свернул туда И пошел, и найти можно место Хотя бы там можно покрутиться Где-то, где-то что-то такое Вынырнет Вот, например, какая-то там заправочка есть справа Ну, это как вариант такой Может, даже я бы отсюда увидел эту заправку Там националка И большая дорога, скоростная Как автобан называется в Германии Ну, я так отсюда не видел А ну, вон, заправка, да, там есть такая То есть В этих таких небольших городках Есть какие-то промзоны Можно остановиться Включить гугл Посмотреть И тогда туда съехать Как-то Да, наверное Так и придется мне это чувствовать делать Но я потом расскажу, как это будет Правда, это будет Я говорю, через три часа Через три часа И то, с учетом Мне ехать четыре часа можно вообще Ну, ладно Я могу встать, как бы, вот на такую Сбоку, да В Сосовскую На 45 минут паузу Это, наверное, не столь страшно Что-то такое Какой-то А, это солнце Я думал, что такое Небо пополам Половина белая Половина серая Кстати Хотел сказать спасибо Просто почему в комментариях не пишите Или посылать даже на e-mail Что стали ребята посылать Я Это там где-то мой e-mail есть Вопросы задают Я вот Не могу понять А почему в комментариях не задаете вопрос Или не говорите спасибо Что стесняетесь Наоборот, надо в комментариях комментировать Даже если вы e-mail послали Я все комментарии читаю Тем более их мало И на все отвечаю Вот По зарплате пришел Там один вопрос Я ответил то, что знал Это в Хейстеркампе Да Напомню, что Сколько нам платят Без доплат Если ты имеешь АДР Официально 75 евро 75 евро Если АДРа нету То примерно 72 евро В сутки То есть если ты работаешь вне Латвии Так было Что сейчас будет Еще непонятно Потому что Все зависит от страны Кстати, а во Франции По-моему, блин Самая дорогая страна На сегодняшний момент То есть в Германии Получается Будем получать меньше Чем те, кто во Франции Работал Только я не знаю С какого-то месяца Уже ввели Или это вот сейчас Будут вводить С первого числа Какая-то там Такая ситуация Или во Франции Или в Бельгии Но Точно, кстати, я забыл А на тот момент Такая 75-72 Ну вот и считать Суходнее отработали Вне Латвии Вот столько вы И получите Умножив на эту сумму Ну и потом плюс Ну я сомневаюсь Что кто-то Эко-вождение Понижает меньше Чем 85% Это надо быть Уже совсем Блин Тут по голову Мне ехать на круизнике Постоянно жать на газ Ой, на ход На тормоз Блин Холостой ход Постоянно Включены Быть Чуть ли Блин Не знаю Мне кажется Это нереально Потому что Даже если у меня Бывали такие Поездки Как типа По горам С горди Там на тормозе Блин Эти постоянные Кольцевые Блин Участки Километр Проехал Кольцо Километр Проехал Кольцо 700 метров Проехал Кольцо То есть Постоянно Вот эти вот Перегазовки С тормозами И то Мне там Получало 89 Но не 85 Далеко Сейчас Блин 92 91 При условии Что у меня Были такие Города И были такие Ну кажется Они же разные Водители Одно дело Ты по Германии Ездишь туда И сюда Ну что Водители нормальные Блин Переходы по прямой Мало Блин Заездов В поселки В города Мало Заднего хода Вот И Ну и то 91% Вот набирается А и то Вот читай На прошлой неделе Где-то было В Бельгии В Бельгии Да Там мы поехали Я потом Задним ходом Сдавал Ну очень долго Очень много Ну наверное Ну конечно Где-то там Савросик Скоро 900 Или 500 Ну может быть Это 500 метров Может быть 300 метров Ну задним ходом Причем Ну Там ремонт дорог То есть Понимаете Да Не так все просто Для меня было Ну оказалось Все просто Ничего страшного Пару раз Вышел Там один был Такой момент Что вот Коллега Мне показывал Потому что Там эти столбики На дороге Прямо посередине Столбики Надо вот так Его объезжать Но Там пришлось Мне и воспользоваться Помощью Помощью Как соседа Или помощь зала Хотя Можно было Просто убрать Два столбика И потом их На место поставить А потом Там развернулся На заводе Уехал То есть Ну и получается Ну плюс Начали Какие-то доплаты Есть праздники Если вы работаете Праздники Государственной Латвии Доплаты Как-то вот так Ну а сейчас Я говорю У нас Какое-то изменение Идет И в зависимости От страны Будет Оплата Только как это будет считаться Я не знаю Поэтому Что ты там Вбиваешь Франция Либо Германия Либо где-то Там едешь В Бельгия Не знаю С другой стороны Посмотрите Если в Бельгии Самые дорогие цены Я не знаю Во Франции Или в Бельгии Говорили Самые расценки дорогие О, Бельгии То поляки Они постоянно В Бельгии тусуются Что ж они Значит Дико круто Получать будут Не, ну я К чему К чему Все начал Все эти вопросы Лучше задавать В комментариях Под видео Ребята Я реально Отвечаю На все На все Комментарии Даже На негативные Я за Свой Свой канал Есть Я по-моему Два или три Комментарии Только Удалил И то Потому что Там Там был Бред Написан Не оскорбляющим Никого А просто Бред Который Вообще Никакого Отношения Не имеет Канала Ну нафига То есть Спам Конкретный Спам Так что Ну вот Сейчас Без Десяти Восемь В гости Просим Вон какой Красивый Пейзаж Церку Церку Такая Маленькая Не знаю Как у них Называется Не собор Даже Такой Квадратный Со Шпилем И да У них По-моему Тут Литеране Что-ли Потому что Петушки У них По-моему Кресты Ну вот Там Какая-то База Зернохранилищ Или что-то Такое Значит Там Тоже Можно Притулиться Это Когда Начинаешь Ездишь По этим Маленьким Городкам Поселкам Да Где-то Видишь Все Вот Это Проезжая Когда Ты понимаешь Что Не так Это Все Страшно Можно завернуть И найти Там Место Там Даже Есть Такий Паркинг Плейс Одно Одно Два Места На Обочине Даже Вдоль Поля Блин Я Брос Раз Уже Хотел Блин Заехать На Поле Но Не На Само Поле Там Так Сделано Можно Было Заехать Грубо Говоря Но Нашел Нормальное Место Где Там Я Между Двумя Поселками Нужно Говорять Спай Вот Здесь Телепакс Тоже Блин Паркинг Игланс Вообще Свободы Ни одного Места Не Занято Вообще Свободы Я Уже Тоже Раскусил Во Франции На Телепасах Места Есть Для Паркинга Вообще Ни Одну Машину Не Стояло Офигеть Там Где Я Сегодня Ночью Стоял Да Вы Видели Все Смотрите Три И Поставить А там Где Три Стояло Или Даже Три Стояло Две Стояло Там По-моему Шесть Машин Так вот Я Еще Хочу Сказать Мне Тоже Пишут Что Нравится Им Смотреть Им Даже Не Нравится То Что Смотреть Они Включают На Фоне Да И Слушают Именно Вот Понимаете Слушать То Что Я Рассказываю Мне Кстати Так Тоже Нравилось Когда Смотрел Некоторые Каналы Дальнобойщиков Да Мне Нравилось Слушать О Чем Разговаривает Говорит Водитель Что И Я Где-то Что-то Себе Мотал На Уст Вот Реально Потому Что Вот Все По Большому Счету Я Не Снимаю Красоты Дальнобойщики Мало Кто Снимает Красоты Ну Это Рутина Да Грубо Говоря Поэтому Красоты Здесь Чтобы Снимать Красоты Еще Их Показывать Как Красиво Парень По-моему С женой Поехал Вот Тоже Это Все Время Занимает Поэтому Легче Снимать Лайфстайл Как Есть Так И Есть Я Тоже Согласен Нет Я Считаю Что Это Нормально Нормально Кому Не Нравится Тот Не Смотрит Ну Оказывается Ребята Смотрит И конечно У меня Не так Много Просмотров У меня Вообще Нисколько Не Просмотров У меня Блин Чтобы Сто Просмотров Набрать Я Не знаю Наверное Это Для меня Праздник Сто Просмотров Набрало Видео Вот Анонс Последний Там Много Просмотров Набрал Там Просто Сделано Немножко По-другому Чин Чин Нарезки Можно Тоже Делать Ну Ладно Я Все Время Отвлекаюсь Так Вот Оказывается Что Есть Все Которым Нравится Реально Нравится Вот Такой Вот Стиль Общения Я Что-то Рассказываю Болтаюсь Как Фигню Я Кстати Так И на Троллейбус Когда Ехал Тоже Болтал Всю Ерунду И И Стрим Кстати Надо Мы Сейчас Стрим Замутить По Франции Точно Сейчас Мы С вами Едем Да И Заодно Замутим Стрим Так Сколько Мне 29 До Поворота Оба На Ладно Сейчас Мы Точно Замутим Стрим Я Хотел По Франции Сделать Стрим Вот Стрим Лапс Оба На Если Стрим Тоже Стрим Если Стрим Вот Можно было Заехать Смотрю паркинг о блин а тут свободный паркинг еще ой тут я вижу отсюда раз ой тут много мест вообще три машины только стоят места есть вот эта тема хороши вот эти не центральные такие дороги вот эти дороги а вот с этой стороны вот уже меньше мест может быть даже и нет заем как ты его зовем да отзовем сейчас вечер вечер может быть кто-то и посмотрит по франции так и назовем по франции то есть вот сейчас мы с вами начинаем стримить трансы когда начинал работать чтобы я вот так отвлекся блин от руля что и и и и и и и и Все, выбрать все, копировать. Сейчас уже надо снять кожуру, иначе будет опять и стекло почистить. А, почистить внизу, блин, не чистится. Так, сообщу сейчас Лехе, светит. Ребята, еще раз привет. Сейчас буду стримить. Посмотрите, пожалуйста, там как качество и как картинка. Плюсики поставьте. Ну, сейчас буквально через пару минут. Снимем кабуру. А то будет перегрев опять, как обычно, не вовремя. Снимем кабуру. Снимем кабуру. Снимем кабуру. А что там со звуком? Как бы звук пропал. Надо наушники убрать. Ну блин, тут выключается еще. все отлично кабель подключаем поехали ну вот так начинается стрим вот видите камера вот здесь идет стрим ну а дальше посмотрим что там вообще ну все поехали все всем привет едем по франции в сторону тут закрыто открыто должен заниматься какими-то цирковыми вещами но сейчас вот веселее будет но все ладно те кто смотрел этот стрим увидят что как он начинался но мы едем так всем почему тут вообще не видно количество как-то странно перевернуто все так Продолжение следует...